Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем готовиться к сочинению по IELTS, и сегодня у нас другой вариант сочинения, это будет discussion essay. Мы посмотрим его структуру, мы разберем одно сочинение, чтобы вам было понятно, как, в принципе, это пишется. Итак, вот у нас есть такая тема. Some people are sure that higher education is absolutely necessary to become a successful person. Others, however, believe that we can accomplish our goals and be happy without it. И вот такое будет расширение. Discuss best views and give your opinion. То есть, некоторые люди считают, что высшее образование абсолютно необходимо, чтобы стать успешным человеком. Другие, однако, полагают, что можно добиться своих целей и без него. И обсудите две точки зрения и выскажите свое мнение. У нас сочинение состоит, как обычно, из четырех абзацев. Первый абзац – это вступление. Потом у нас два основных абзаца, где вы, собственно, даете основную аргументацию. И, наконец, заключение. И обратите внимание, что вступление и заключение – это, по сути, дело одно и то же. То есть, практически это один и тот же абзац по плану. Просто вы должны сформулировать это по-разному. И основная сложность в сочинении IELTS – это то, что вы все время должны менять формулировки, чтобы сказать одно и то же. На это специально обращается внимание. То есть, насколько разнообразно вы выражаете свою мысль. Следовательно, давайте еще раз посмотрим на тему и посмотрим, каким именно словам нам нужно будет подбирать синонимы. Это основные слова темы, как правило. То есть, это, собственно, суть темы. В данном случае это, понятно, higher education и successful person. То есть, вот у нас есть два таких полюса. Высшее образование и все, что связано с образованием. И, с другой стороны, все, что связано с успешной жизнью. Итак, переходим, собственно, к вступлению. Оно состоит у нас из трех компонентов. Первое предложение – это, собственно, введение в тему. И вы должны вот здесь как раз сформулировать тему по-другому. Не так, как она дана в задании, а сформулировать ее как-то по-своему. Это довольно сложно. Собственно, в этом здесь сложности состоит. Дальше вы должны представить обе позиции. И дальше вы должны высказать свое мнение. Это может быть сделано не обязательно в разных предложениях. Это может быть сделано внутри одного сложного предложения. Итак, вот у нас дана тема. И я еще раз здесь выделила слова, которые нам придется переформулировать. И вот мы ее переформулируем. То есть в то время, как сегодня считается, что невозможно добиться чего-либо без университетского образования, глагол to thrive переводится как иметь успех, добиваться того, что ты хочешь, процветать и так далее. Некоторые люди считают, что мы можем добиться самореализации без какой-либо профессиональной подготовки. Вот professional studies. Следующие два пункта вступления я как бы свела в одно большое предложение. И здесь будет сразу две позиции и мое мнение. Вот так примерно это будет звучать. То есть в то время, как многим людям не нужно никакое академическое образование, чтобы вести ту жизнь, которую они хотят, я абсолютно убеждена, что чем выше ваша квалификация, тем лучших результатов вы достигнете в жизни. Следующая часть у нас – это, собственно, основной абзац. Первый основной абзац, он, как правило, во всех сочинениях состоит из трех частей. Это, собственно, одна из позиций какая-то. В данном случае у нас будет две позиции. Мы выскажем в первой части, в первом основном абзаце первую позицию и во втором абзаце вторую позицию. И вот первая часть этого основного абзаца – это еще раз одна из позиций. Дальше у нас расширение, то есть объяснение этой позиции. И третьим пунктом основного абзаца должен быть какой-то пример. Давайте посмотрим. Итак, формулирование, собственно, одной из позиций. Вот оно. On the one hand, there are a lot of occupations that don't require a university degree. С одной стороны, существует много занятий, которые не требуют университетского диплома. И обратите внимание, я все время здесь выделяю вот эти слова, которые мы переформулируем. То есть вот university degree – это то же самое, что high education, по сути. Вот эти синонимы я все время выделяю. И дальше объяснение. The things like gardening or crafts can bring a lot of pleasure and make one's life happy and fulfilled, while university studies in this case will just be a waste of time. То есть такие вещи, как, например, садоводство или ремесла могут приносить много удовольствия и делать нашу жизнь насыщенной и счастливой. В то время как университетские занятия в этом случае были бы просто потерей времени. И, наконец, третий пункт этого основного абзаца – это пример. Ну, например, вот так. То есть один из моих друзей, пиар-специалист по своему диплому, закончил тем, что стал профессиональным фольклорным танцовщиком. И таким образом он никогда не использовал в реальной жизни свое университетское образование. Это пример. Дальше у нас идет по такому же плану следующий основной абзац. Давайте посмотрим. Начинаем мы, естественно, со второй позиции. Вот так она будет выглядеть примерно. On the other hand, higher education can be the first step to an interesting life and an effective professional career. С другой стороны, высшее образование может быть шагом или первым шагом к интересной жизни и эффективной профессиональной карьере. Это другая позиция, противоположная. Объяснение к ней или расширение ее. В современном мире большинство работодателей ценят высоко квалифицированных людей с университетским дипломом. Хорошие специалисты получат больше шансов на интересную и хорошо оплачиваемую работу. И, наконец, пример в этой части будет выглядеть примерно вот так. One of my classmates was going to become a football player, so he missed lessons at school and did not even try to enter university. Some years later, however, he had an injury and could not stay in sport any longer. He then tried several jobs, but only when he got a bachelor degree, he could find a good position and start his career path. То есть один из моих одноклассников собирался стать футболистом, и поэтому он пропускал занятия в школе и даже не пытался поступить в университет. Несколько лет спустя, однако, он получил травму и не мог продолжать оставаться в спорте. Тогда он попробовал несколько работ, и только когда получил диплом бакалавра, сумел найти позицию и начать свою карьеру. И, наконец, заключение, в котором вы должны все это резюмировать и высказать свою точку зрения. И все это можно сделать, в принципе, компактно, одним предложением. И напоминаю, что заключение – это фактически то же самое, что вступление, только другими словами. Давайте посмотрим, например, вот так. То есть, в заключении, хотя высшее образование не является единственным условием успешной жизни, я абсолютно уверена, что гораздо легче конкурировать в сегодняшнем мире, имея университетский диплом.